Привет всем! Это еще одна порция моих посылок с Алиэкспресса. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам самого приятного просмотра. Это посылочка, такая маленькая. И здесь у меня набор из трех слюнявчиков. Я такие же слюнявчики уже заказывала у того же продавца. Ссылочку вам обязательно оставлю внизу в описании под видео. Мне они очень понравились, качество отличное. Я решила заказать еще три слюнявчика для своего сыночка. Но чуть-чуть других расцветок. Здесь очень удобные кнопочки сзади. Две, то есть можно регулировать их по объему шеи вашего малыша. Эти этикетки я обычно сразу отрезаю. Получаются красивые, такие симпатичные, удобные. Ну, конечно же, нужно постирать, отгладить. Стираются они вообще несложно. Я это делаю или вручную, или в машинке. Обычно я одеваю такой слюнявчик малышу, когда мы выходим на прогулку. Так как у нас режутся зубки и продолжают течь слюнки. Если мы кушаем в гостях, этот слюнявчик также спасает одежду от пятен еды или напитков. Очень удобные. Вот такая расцветочка. Еще одна со слоником. И третья тоже со слониками, но чуть-чуть другие. Очень рекомендую вам, так как заказываю уже во второй раз. Качество мне очень нравится. Вторая посылочка. Здесь впереди такое письмо написано. Детский поводок или вожжи. Достаточно хорошо запакован. Один детский поводок я уже брала в детском мире. Тоблой фирмой Фея. Стоил он недорого. Но я решила в Алиэкспрессе заказать еще другой. Малыш у нас уже давно ходит. Ему уже полтора годика. Но он на улице не любит ходить за ручку. Часто вырывается, выбегает на дорогу, где едут с оглушительной скоростью автомобили. Поэтому я решила взять такой вот еще один поводок. Здесь пояс более широкий по сравнению с предыдущим от фирмы Фея. Замочек фастекс. Поле такой надежный, по крайней мере, на вид. Он так защелкивается. Тоже регулируется по объему. Липучка. И сверху вот такая вот перекладина. Мне кажется, она очень удобна именно для тех деток, которые только учатся ходить, чтобы удобно было поддерживать. Но, в принципе, если ребенок уже умеет ходить, можно ее отстегивать. И у вас тогда останутся такие две ручки, петельки. И поддерживать за эти петельки. Однако длина... Ну... Длина не очень длинная у этих ручек. Но надеюсь, что будет удобно. Расцветки там были разные. Я взяла такую, в принципе, универсальную. Но для мальчика подойдет отлично. Сам материал это синтетика в виде такой сеточки. Не должно быть слишком жарко малышу в нем. И лямочки, которые на плечиках, они такие мягенькие. Не должны, по идее, натирать. В продолжении истории нашего детского поводка я хотела показать, как при помощи нитки иголки я его немножечко модернизировала. Во-первых, задняя вот эта застежка по какой-то причине у нас гуляла туда-сюда. По ней ленточка. И она не фиксировалась. Но я измерила на том расстоянии, какое нам было нужно. И вот тут вот несколькими стежками ее зафиксировала. При желании, если вдруг малыш увеличится в объеме, это можно легко распороть и зафиксировать заново. И второе, самое важное, на которое у меня ушло больше времени. Я переделала вот эту верхнюю часть. Изначально здесь на обеих ручках после отстегивания вот этой горизонтальной перекладины оставались вот такие вот фастексы, которые ни туда, ни сюда не применишь. И я их вот так вот вниз сделала и держала оба поводка отдельно. Вот за эти петельки. Но это не всегда удобно. Ведь в нашем предыдущем поводке от Фея, которым мы, кстати, до сих пор тоже периодически пользуемся попеременно с данным поводком, в более жаркую погоду у того поводка пояс здесь поуже. И мне кажется, ребенку менее жарко. На обеих концах были вот такие вот фастексы. Их друг с другом никак было не соединить. И тогда я решила перешить. Взяла вот такую вот вторую часть фастексы. Перешила самостоятельно вручную ее на эту часть поводка. Конечно, не очень красивая строчка, но достаточно прочная. И теперь можно при отстегивании поперечной перекладины их соединить. И получается, что у нас вот эта ручка становится уже цельной. За нее держаться, а взрослому человеку, удобнее. И как-то сам даже поводок, что ли, становится длиннее. Что мне не могло не понравиться. Но в случае чего, очень легко обратно вот эту перекладину пристегнуть. Не знаю, почему китайцы сами не догадались сделать так, чтобы можно было иметь два полноценных варианта использования. Но в любом случае, что не додумались китайцы, то наши российские жители легко сможет сам придумать. И владея незначительными навыками шитья, перешиться настоятельно. Вот так вот теперь у нас выглядит наш поводок-возжи с сайта Алиэкспресс. Сегодня на почте получила еще две посылочки. Вот такую коробочку из Китая. И отправление первого класса, маленькая посылочка. Посылочку я раскрыла. Здесь батарейка для телефона. От фирмы Infinity. Но она должна полностью подходить для моего телефона Samsung Galaxy S4. Обошлась она мне за 890 рублей плюс 200 рублей доставка. Считаю, что это недорого. Фирменные батарейки стоят дороже, но я бы, может, и взяла фирменную Samsung. Сейчас просто нету в наличии. Батарейка выглядит следующим образом. 2600 мА Infinity. Сейчас я сравню ее со своей фирменной батарейкой Samsung, которая у меня уже выходит из строя. Телефон из-за этого глючит. Собственно, поэтому я и заказала себе новую батарейку. Вот сравнение двух батарейок. Внешне они примерно одинаковые. Вот это моя Samsung. Пользуюсь меньше, чем полтора года. Где-то год и три месяца. Вроде как не вздулась, но заряд держит достаточно слабо. И, как я сказала, телефон начал глючить. Вот это новая батарейка. Но по толщине они одинаковые. По размерам вроде как тоже. Надеюсь, что хотя бы столько же прослужит. Так, попробуем поставить. Вошла. В телефон вроде нормально. Батарейка к телефону подошла. Пришла она с зарядом 57%. Защита для удлинителей. Чтобы ребенок не мог туда засунуть ни пальчики, ни гвоздики. И не мог выдергивать вилки из розеток. Вот так вот выглядит коробка. Мне продавец положил два желтых. Ну, в общем, я считаю, цвет тут не имеет решающего значения. Главное, чтобы он действительно все защищал. Главное, чтобы мои удлинители по длине сюда вошли. Вот, если не войдут, будет очень обидно. Потому что стоили они где-то примерно по 5 долларов каждый. Такие отверстия, чтобы выходила энергия тепловая. И сбоку отверстия для проводов. Очень обидно. Оказывается, не подходит для удлинителей, в которых больше, чем 4 розетки. И у которых сбоку есть дополнительная вот эта кнопочка включения-выключения. Пилот тоже не подходит. То есть, это где-то на 4 или 3 или 2 розетки удлинитель. Попробую сейчас на наш маленький удлинитель одеть. На небольшой удлинитель выглядит примерно так. Проводим провода, закрываем крышку. Конструкция вроде неплохая, но разочаровала то, что не на все по размеру удлинители подходит. И если тут высокая будет вилка у прибора, то тоже просто не влезет. Сегодня забрала на почте еще две посылочки. Эта из Китая, вторая из Кореи. Посылки с Алиэкспресса. У меня костюмчик для моего сыночка. Сейчас откроем его, посмотрим. Я рада, что так быстро дошло. В посылки с Ибэя пришел BB крем Миша Perfect Color. Оттенок 21. Костюмчик оказался нам большой на размер 100 см. Я, если честно, не помню, как я выбирала, почему получился такой большой. Но ничего страшного. Главное, что не маленький, дорастем. Ткань, такой обычный хлопок. Достаточно тоненький. Думаю, что будем, наверное, в теплое время года носить этот костюмчик уже в возрасте двух лет или даже старше. Так, внешне он выглядит достаточно прикольно. Думаю, что ребенку будет удобно. Вот здесь вот, а сверху есть такой вот галстучек. Прикольненький тоже. На пуговках. Но качество вполне себе нормальное. Стоил он порядка 10 долларов. Очередная посылочка с Алиэкспресса. Откроем этот большой пакет вместе. Это мини-штатив для камеры или фотоаппарата. Запакован он был не супер, я скажу. Просто пакет. Но надеюсь, что внутри ничего не пострадало при перевозке. Штатив упакован вот в такую черную сумочку на шнурке. В комплекте шел, собственно, сам штатив и переходник или держатель для сотового телефона. Штатив у нас выполнен из металла, похожего на алюминий, и пластика. Но, конечно, на вид он достаточно хлипкий. Я сравниваю с более дорогим, хорошим штативом. Но он массивный, и поэтому не везде его удобно использовать. Тот штатив я не могу поставить, к примеру, на подоконник. Этот же как раз по размерам для данного дела подойдет. Это он в самом низком сложенном виде. Тут, наверное, сантиметра не больше 30. А так штатив выглядит в полностью разложенном виде. Но тут, думаю, есть заявленные 60 или около того сантиметра. Конечно, есть на самом металле какие-то потертости или царапины. Но, надеюсь, что все-таки он прослужит хотя бы год. Тут, кстати, сверху тоже есть такой уровень. Думаю, что как на обычных штативах, это все будет подлежать регулировке. А вот так штатив выглядит с телефоном. В принципе, надежно вроде как держится. Тут тоже можно уровень регулировать благодаря вот этим рычагам. Это были все посылочки с Алиэкспресса на сегодня. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поддержать его пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить появление новых роликов. Всех люблю, целую, пока! И до встречи в новых видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравия Отпомин Kent